Центр химиотерапии открыт в Днепропетровске. Современное оборудование и главная оперативная диагностика. Люди с онкодиагнозом знают, в их лечении счёт идёт порой на минуты. Как новые технологии спасают человеческие жизни? Наталья Грищенко. Это Днепропетровская многопрофильная больница номер 4. Так уж сложилось, что на каждом из её девяти этажей лечатся пациенты с онкозаболеваниями. Больных много, а возможности старой лаборатории ограничены. Часто получалось так, что жизненно важных результатов анализов приходилось ждать полторы-две недели. Но теперь, похоже, всё это в прошлом. Новый центр химиотерапии нисколько не уступает лучшим европейским клиникам. Здесь самое современное оборудование. Вот уже полгода Елена борется с тяжёлой болезнью. Чтобы обследоваться и лечиться здесь, преодолела 500 километров. Я приехала из Крыма, можно сказать, из Керчи. Это Симферополь кафедра мне посоветовала сюда приехать. Сначала Елена сдаёт анализы. Берём биохимию крови. И уже на этом этапе можно увидеть, чем этот центр отличается от других. Образец крови сразу же отправляют в соседнюю комнату. И лаборант приступает к исследованию. Результаты биохимии будут готовы через несколько часов, а общий анализ уже немедленно. Гемоглобин, лейкоциты и тромбоциты. Через 30 секунд после того, как анализатор заберёт кровь, выдаст ответ. Все данные заносятся в компьютер и моментально отражаются на мониторе лечащего врача. Основные показатели крови Елены в норме. Есть лишь одна проблема. Имеется небольшое отклонение в уровне гемоглобином. Будем назначать новые препараты. Всё это помогает оперативно начать необходимое лечение. Этот мужчина уже лечится здесь. На его шее закреплена капельница. С ней он ходит и в лабораторию, и на УЗИ, и на компьютерную томографию. Врач ежечасно контролирует его состояние. Если все показатели крови ЭКГ устраивают для того, чтобы не ловить химию, значит, в следующий день я ложусь сюда. Всё забрали на раствор, который мне капает. Здесь будут принимать и стационарных больных, и тех, кто хочет лечиться амбулаторно. Для поступления необходимо иметь только обычный пакет медицинских документов. Обследование бесплатно. Вот, пожалуйста, реактивы лабораторные. Дневной стационар рассчитан на 30 человек. Но уже сегодня на лечение здесь записаны вдвое больше. Наталья Греченко, Евгений Куденцов. Подробности телеканал Интер. Днепропетровск.